Уважаемые коллеги, добрый день! Темой нашего сегодняшнего разговора будет заместительная терапия гипотириоза у лиц с различной соматической патологией. Итак, давайте подойдем к этому вопросу с практической точки зрения. Из результатов эпидемиологических исследований мы знаем, что частота гипотириоза увеличивается с возрастом. И доля лиц, имеющих повышенный уровень ТТГ, то есть признак первичного гипотириоза, увеличивается последовательно с каждой декадой жизни. И достигает максимума у лиц старше 70 лет. Это около 20-21% среди женщин и около 15% среди мужчин. Очевидно, что большинство пациентов с гипотириозом будут относиться к старшей возрастной группе. Очевидно, что в этой возрастной группе люди уже успели приобрести сопутствующие заболевания. Как правило, они принимают какие-то лекарственные препараты. И поскольку это будет основной контингент пациентов с первичным гипотириозом, мы должны учитывать эти факторы. Высокую частоту сопутствующих заболеваний, влияние заболеваний, которые есть у пациентов на метаболизм тиреоидных гормонов, влияние лекарственной терапии, которую получают наши пациенты на метаболизм тиреоидных гормонов, и влияние гормонов щитовидной железы, влияние нашей заместительной терапии на течение соматических заболеваний. С учетом высокой распространенности гипотириоза было бы оптимально у всех людей старше 60 лет проводить скрининг определения гипотириоза. Но в практической точке зрения это достаточно дорого. К сожалению, всем подряд проводить определение ТТГ мы не сможем, поэтому надо учитывать факторы риска гипотириоза у лиц соматической патологии. У кого из пациентов мы в первую очередь будем подозревать наличие гипотириоза? Это неоднократное введение йод-содержащих контрастных веществ. Это прием амидорона или других йод-содержащих препаратов. Прием препаратов лития. Лечение интерферонами или препаратами интерлекина. Раньше это было широко распространено при лечении хронических вирусных гепатитов. В настоящее время для лечения хронических вирусных гепатитов в большей степени используются противовирусные препараты. И в последнее время многие пациенты с онкологическими заболеваниями получают терапию ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. Терапия этими препаратами очень эффективна, очень хорошо переносится, но довольно часто вызывает аутоиммунные тиреопатии, в том числе аутоиммунный гипотириоз, который надо вовремя выявить и вовремя компенсировать. И очень важный вопрос, на котором мне хотелось бы остановиться, это синдром псевдодисфункции щитовидной железы. Иногда его называют синдром эутиреоидной патологии. Это изменение динамики тиреоидных гормонов на фоне тяжелых заболеваний в отсутствии патологии самой щитовидной железы. Каким образом медицинское сообщество узнало о существовании синдрома эутиреоидной патологии? В те времена, когда определение тиреоидных гормонов только входило в широкую практику, аспиранты или прочие исследователи, для того, чтобы создать контрольную группу и сравнить пациентов с заболеваниями щитовидной железы и пациентов без заболеваний щитовидной железы, очень часто приходили в другие отделения лечебных учреждений, кроме эндокринологического, и брали у пациентов кровь. Казалось бы, приходив в травматологическое отделение, понятно, что люди там лежат по поводу переломов, по поводу каких-то нарушений, которые никак не связаны с щитовидной железой. Но когда вот эту кровь, собранную у пациентов без явной эндокринной патологии, но с соматическими заболеваниями, запустили в лабораторию, то результаты лабораторных тестов оказались удивительными. Оказалось, что у пациентов очень часто есть отклонения и в уровне ТТГ, и в уровне Т4, и в уровне Т3. Связано это с тем, что на фоне соматических заболеваний существенно изменяются все этапы действия тиреоидных гормонов, и их метаболизм, и их связь с рецепторами. И вот список тех заболеваний, которые приводят к развитию синдрома и у тиреоидной патологии. Это ишемическая болезнь сердца, это заболевания печени, это хроническая почечная недостаточность, это физические травмы, психические стрессы и инфекционные заболевания. Список может быть гораздо шире. После острого нарушения мозгового кровообращения мы также можем видеть развитие синдрома и у тиреоидной патологии. В общем-то, практический вывод, который следует отсюда извлечь, это не надо впервые у пациента исследовать уровень тиреоидных гормонов, если он госпитализирован по поводу какого-то тяжелого соматического заболевания, включая и физические травмы. Самым частым вариантом синдрома и у тиреоидной патологии является синдром низкого Т3. Можно говорить о том, что это в определенной степени компенсаторная реакция организма, который в условиях тяжелой болезни, в условиях адаптации к соматической патологии переходит на такой, можно сказать, энергосберегающий режим. Потому что активным действующим веществом является именно триод тиранин. Мы на этом еще чуть позже остановимся. Но возможны и другие варианты синдрома и у тиреоидной патологии, когда снижен и Т4, и при этом снижен ТТГ или остается нормальным. Есть варианты, когда даже повышен Т4, а Т3 находится в норме, и ТТГ находится в норме. Все это зависит и от особенностей самой соматической патологии, и от тех конкретных механизмов, которые будут определять развитие СЭП. Либо основным будет нарушение функции ДЕДИНАС, обеспечивающих продукцию Т3, либо нарушение связывания с белками плазмы, либо воздействие лекарственных препаратов, которые, естественно, человек получает в условиях различных заболеваний. 5 ДЕДИНАС в печени обеспечивает системную продукцию Т3 в организме. И очевидно, снижение ее активности под действием цитокинов, под действием гипоксии является самым частым механизмом развития синдрома иотиреоидной патологии. Очень часто нарушается связывание тиреоидных гормонов с белками плазмы. Это происходит и вследствие сдвигов PH крови, и вследствие изменения состава белкового плазмы. И очень возможно, что тироксин хуже связывается с клеточными рецепторами. Клеточные рецепторы являются ядерными рецепторами, может снижаться поступление тироксина в клетки. И многие вещества и многие цитокины могут подавлять выработку тиреотропного гормона гипофиза. О влиянии лекарственных препаратов мне хотелось бы поговорить более подробно. Здесь в таблице вы можете увидеть список тех лекарственных препаратов, которые в наибольшей степени могут влиять на лабораторные показатели. Как мы с вами уже говорили, не стоит начинать диагностику дисфункции щитовидной железы у пациента с тяжелыми соматическими заболеваниями. Но, тем не менее, очень частыми проблемами являются, что салицилаты, например, нарушают конверсию и захват йода тиреоцитами. Очень часто мы видим, что назначение препаратов гепарина или его аналогов вытесняет тироксины в связи с белками плазмы. И иногда, если в послеоперационном периоде пациент получает антикоагулянты и по какой-то причине у него берут Т4, мы можем увидеть совершенно непонятный повышенный уровень Т4 в плазме крови. Именно потому, что для тиреоидных гормонов нормальным является связывание с белками плазмы более чем на 99,9%. То есть малейшие изменения в этом связывании приводят к существенному возрастанию свободной, то есть биодоступной фракции тиреоидных гормонов. На фоне высоких доз глюкортикоидов мы часто можем видеть подавленный уровень ТТГ. Все это следует учитывать при интерпретации анализов. То есть для нас очень важно, какие именно препараты получает пациент с соматической патологией и как нам оптимизировать заместительную терапию и стоит ли реагировать изменением дозы на вот эти лабораторные показатели. Золотым стандартом лечения гипотириоза является терапия препаратами левотероксина. Почему это так? Потому что это в наибольшей степени имитирует нормальную физиологию щитовидной железы. Щитовидная железа выбрасывает в кровь примерно 90% тероксина и около 10% триодтиранина. И, как я уже говорила, триодтиранин является активным действующим гормоном, который связывается с ядерными рецепторами. Но преимущественно триодтиранин образуется в тканях под действием тканевых ферментов доединаз. Доединазы печени обеспечивают отщепление одного атома йода от молекулы левотероксина и системную продукцию триодтиранина. Но во многих тканях и в миокарде, и в мышцах, и в плаценте, и в головном мозге есть свои местные тканевые доединазы, которые обеспечивают локальную продукцию триодтиранина. Если говорить о комбинированной терапии препаратами тероксина и триодтиранина или левотиранина, то такая терапия сопряжена с определенными рисками. Мы надеемся, что в ближайшем будущем появятся препараты триодтиранина с пролонгированной формой, с замедленным высвобождением триодтиранины в кровь. Но в любом случае это будет лишь небольшая часть тех препаратов, которые получает пациент. То есть, условно говоря, если потребность в тероксине будет 100 микрограмм, то в случае комбинации препаратов мы дадим 90 микрограмм левотироксина и 10 микрограмм триодтиранина, и то, когда дождемся препаратов пролонгированного. Почему же триодтиранин не очень хорош при пироральном приеме? У левотироксина и левотиранина немножко разные фармакокинетические показатели. Триодтиранин будет характеризоваться высокой биодоступностью, он очень хорошо всасывается. И, к сожалению, он дает достаточно большой пик концентрации через 1,5-2 часа после приема. И продолжительность его действия где-то 4-8 часов. Это период достаточно короткий. И получается, что пациент, который принял триодтиранин, через 2 часа будет иметь супрафизиологическую концентрацию триодтиранина в сыворотке крови, что, безусловно, не очень хорошо, прежде всего для сердечно-сосудистой системы. Это будет, как правило, сопровождаться тахикардией. Если есть ишемическая болезнь сердца, то в этот момент мы сильно повышаем потребность миокарда в кислороде. Ну и, собственно, вообще повышенная концентрация триодтиранина даже в течение нескольких часов будет оказывать свое метаболическое воздействие на миокард и повышать риск развития нарушения ритма сердца. Какие же особенности лечения гипотириоза у пациентов с ишемической болезнью сердца? Если пациентов молодого возраста без значимой какой-то сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, мы начинаем лечить полной заместительной дозой, как правило, это примерно 1,5 микрограмма на килограмм массы тела в сутки, то у пациентов с ишемической болезнью сердца, помня о том, что тиреоидные гормоны увеличивают потребность миокарда в кислороде, мы начинаем с минимальной дозы 12,5-25 микрограмм, делаем такие длительные периоды, интервалы адаптации перед следующим шагом по увеличению дозы, даем сердечно-сосудистой системе возможность постепенно привыкать к этому действию, к более высокой потребности кислороде. На фоне коррекции заместительной терапии, безусловно, продолжается контроль за состоянием сердечно-сосудистой системы. И если при назначении более высокой дозы тироксина, при очередном шаге по эскалации дозы, мы видим клинические или инструментальные признаки ухудшения коронарного кровообращения, то мы возвращаемся к предшествующей дозе и пытаемся удлинить период адаптации и повторить попытку по увеличению дозы. Конечно, это касается пациентов, у которых стабильная стенокардия невысокой степени. Если ишемическая болезнь сердца требует интервенционных вмешательств по восстановлению коронарного кровотока, либо стентирования коронарных артерий, либо ортокоронарного шунтирования, то, конечно, мы откладываем начало терапии гипотириоза или достижение оптимальной компенсации гипотириоза на тот момент, когда после вмешательства коронарный кровоток будет восстановлен. Здесь будет разумно сначала ликвидировать критическую ишемию, которая требует интервенционных вмешательств. Надо сказать, что неуспех заместительной терапии гипотириоза чаще всего связан с факторами со стороны пациента. Это могут быть психологические факторы. Многие пациенты убеждены, что прием гормонов – это всегда плохо. Это могут быть просто моменты невнимательности со стороны пациента, когда пациент забывает принять препарат или не принимает его в положенное время, а принимает позже, или решает, что он уже, раз он забыл утром принять, то он уже дальше не будет. Либо какие-то субъективные ощущения, которые пациент связывает с приемом левотероксина. Здесь, конечно, возможна масса вариантов. Тероксин требует соблюдения правил приема. Он должен приниматься натощак утром, как минимум за полчаса до еды, можно за 40 минут. И вместе, то есть одновременно с тероксином, пациент не должен принимать другие препараты. Понятно, что здесь может быть масса таких моментов некомплоентности со стороны пациента. Не всегда ему удобно утром ждать, когда он опаздывает на работу. Но, тем не менее, все эти вопросы при повторных разъяснительных беседах удается решить. Но остается когорта пациентов, у которых действительно тероксин плохо всасывается. И мы понимаем, что наш пациент получает дозу гораздо более высокую, чем 2 микрограмма на килограмм массы тела. Но если пациент весом 180 килограмма, такие нередко встречаются в практике эндокринолога, получает 300 микрограмм тероксина, то это адекватная доза в пересчете на массу тела этого пациента. А вот если пациент весом 70 килограмм получает 400 микрограмм тероксина, и только в этом случае нам удается добиться нормального уровня тереотропного гормона, то это как раз может говорить о том, что всасывание препарата, нарушенное для того, чтобы преодолеть эту маляпсорбцию, нам приходится использовать более высокие дозы. Ну, чаще всего это связано бывает с патологией желудочно-кишечного тракта, это гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, синдром раздраженного кишечника, непереносимость лактозы, атрофический гастрит, целиакия, инфекция, связанная с хеликобактер пилори. Ну, на самом деле, для того, чтобы нам провести дифференциальную диагностику, что же происходит, безусловно, надо расспросить пациента о том, какие еще он препараты принимает. При одновременном приеме существенно влиять на всасывание тироксина будут такие препараты, группы препаратов, как железо, прежде всего сульфат железа, холестерамин и гидроксид алюминия, который входит во многие антоцидные препараты. Здесь, конечно, просто надо разобраться, объяснить пациенту, почему необходимо разнести по времени прием этот препаратов. Оптимально, чтобы между приемом препаратов было не менее двух часов. Точнее, оптимально это не менее четырех часов, потому что четыре часа – это то время, после которого мы можем вообще не учитывать лекарственные взаимодействия, но хотя бы два часа, не менее двух часов. Если пациент должен принимать антоцидные препараты, то тогда утром натощак он принимает левотироксин, потом принимает пищу, антоцидные препараты тогда придется принимать перед обедом. Другого варианта здесь не получается. Ну и, собственно, для того, чтобы выявить тех пациентов, у которых действительно есть малябсорбция тироксина, а вовсе не нарушение правил приема препаратов, вовсе пациент не забывает ничего принимать, вовсе он не скрывает от нас то, что он не хочет принимать гормоны, для этого существует тест, позволяющий оценить всасывание тироксина. Тест этот проводится в условиях стационара. Надо сказать, что в мире нет единого протокола проведения этого теста. Различные специалисты рекомендуют немножко разные дозы тироксина использовать, от 400 до 1000 микрограмм. Ну, таким каким-то средним уровнем является 600 микрограмм левотироксина. Пациент принимает тироксин ровно и строго натощак, желательно под контролем медперсонала. И мы смотрим прирост концентрации свободного тироксина в крови через 60, 120, 180 и 240 минут. Ну, некоторые рекомендуют также посмотреть еще и через 6 часов, не только через 4 часа. Многие рекомендуют использовать специальную формулу, которая учитывает исходную концентрацию свободного Т4, назначенную дозу и разницу в приросте, и она позволяет вычислить абсорбцию. Ну, она достаточно сложная, потому что требует перевода концентрации тироксина из пекамоль на литр, привычных для нас в нанограмм индуцилитр. Если говорить именно об абсолютных цифрах уровня Т4, то после приема вот такой болюсной большой дозы левотироксина концентрация Т4 должна увеличиться не менее чем на 20%. Ну, мне хотелось бы сказать, что, конечно, несмотря на то, что заболевания желудочно-кишечного тракта широко распространены, в общем-то, в подавляющем большинстве случаев тироксин всасывается хорошо. Но когда мы все-таки рекомендуем пациенту прием такой вот высокой дозы в связи с малябсорбцией, лучше доказать, что это действительно так, что это не связано с нарушениями режима приема препарата. Благодарю вас за внимание.